Вероятно, самым знаменитым произведением турецкой литературы является роман Решата Гюнте «Кинокоролек. Птичка певчая», который многократно экранизировался. В последней кинематографической адаптации главную роль Фериди сыграла молодая турчанка Фахрия Эвджен. Это была далеко не первая ее работа в кино, но именно она принесла девушке всемирную славу. Интересно, что Фахрия появилась на свет в 1986 году, как раз в тот период, когда в Турции впервые демонстрировалась предыдущая экранизация «Птички певчей», где блистала действующая королева красоты Айдан Шенгер. Правда, родилась не в Турции, а в Германии, в городке Золинген. Ее отец был родом из греческих салоников, а мать – из Карачаева, Черкесии. Раннее детство девочки пришлось на тяжелые годы для немецких турок. Она до сих пор помнит ужасные погромы домов ее соотечественников, когда семья пряталась в темных подвалах, спасаясь от расправы националистов. После того, как конфликт затих, жизнь Фахрии наладилась. Она хорошо училась в школе и показывала необыкновенные способности в изучении языков. Сейчас актриса, помимо родных турецкого и немецкого, знает еще испанский и английский языки. Именно в школьные годы Эвджен впервые вышла на сцену в спектакле, который ставила театральная студия, где она занималась. Но тогда о профессиональной карьере актрисы девушка не помышляла. Она поступила в Дюссельдорфский университет имени Генриха Генни и стала изучать социологию и менеджмент. Нельзя сказать, что специальность сильно ей нравилась. Поэтому когда во время отпуска ей предложили поучаствовать в съемках кинофильма, Фахрия Эвджин с радостью согласилась и бросила вуз. Позднее она все же получила высшее образование, но опять так и не связанное с актерским мастерством. Фахрия в 2014 году окончила Босфорский университет и стала дипломированным историком. В 2005 году Фахрия Эвджин вместе с матерью поехала в отпуск, Стамбул, где ее случайно увидели представители киностудии и предложили небольшую роль в телесериале «Никогда не забывай». Почти сразу же после окончания съемок ее пригласили в масштабный проект «Листопод», где начинающая актриса была задействована на протяжении почти четырех лет. Но Фахрия не ограничивалась только этой работой. Параллельно она снимается в психологической драме «Тоска», комедии «Гол моей жизни», мини-сериале «Тоска» и мелодраме «Любовное затмение». Позднее в ее фильмографии появляется триллер-команда «На пути Аллаха», романтическая комедия сеньора Энрика, остросюжетный фильм «Лживая весна» и душевная мелодрама «Ты – мой дом». К 2013 году имя Фахрия Эвджин было уже известно в Турции, но после выхода на экраны последней экранизации классического романа «Королек», птичка-перча и об актрисе заговорили далека за пределами страны. Ее дуэнт с Бураком Ащевитом был признан одними из самых красивых за последние десятилетия в турецком кинематографии. После этого актриса вместе с Фыванчем Татлы Тугом появилась в исторической драме «Курсиид и Александра», а в романтическом сериале «Любовь похожа на тебя». Зрители увидели ее воссоединение с идеальным партнером Бураком Ащевитом. Долгое время Фахрия Эвджин была сосредоточена на учебе и карьере, поэтому серьезных романтических историй с ее участием поклонники не замечали. Только в 2012 году у актрисы случился большой роман с ее партнером по мелодраме «Ты – мой дом», а с Джаном Денизом. Отношения протекали бурно и быстро, дело шло к свадьбе, но неожиданно для общественности в 2013 году пара рассталась, так как 40 лет не ловилась увлекся новой избранницей. На съемках знаменитого сериала «Королек» птичка-певчая Фахрия Эвджин познакомилась с актером Бураком Ащевитом, но тогда, несмотря находившие вокруг них слухи, между ними ничего не происходило. А вот когда в 2015 году актеры вновь встретились на съемочной площадке новой картины «Любовь похожа на тебя», между ними действительно вспыхнула искра. Несколько месяцев пара жила в гражданском браке, а зимой 2016 года состоялся обряд бракосочетания по законам шариата. Так как Фахрия Эвджин выросла в маленьком городке Золинген, большие мегаполисы ее пугают. Даже в таком шумном городе, как Стамбул, ей удалось найти тихий райончик, где она и проживает. Гулять актриса предпочитает по набережной на азиатской стороне, которая также является менее многолюдной. Субтитры создавал DimaTorzok